Выбирая чугунную печь для отопления, конечно же, хочется еще и сэкономить. И сегодня у нас в обзоре три невероятных печи, которые очень похожи внешне, очень похожи по характеристикам, но отличаются по цене. Смотрим и выбираем. Конечно же, в первую очередь обращают внимание на законодательницу мод печь Бахта от компании Прометал. Появившись на рынке, она сразу же стала хитом продаж. Еще бы, свежий внешний вид, такая неоклассика на рынке чугунных печей, мощная, 12 кВт, больше сотни килограммов чугуна, монолитный корпус, внешние оребрения, имитирующие чугунную батарею, вместительная топка с запатентованной конструкцией пламя отбойника и системы дымоудаления, жаркая плита и красивейшая ажурная чугунная дверца. Эта печь нам очень нравится. Да, не забудьте подписаться на наш канал, ведь там много интересных видео. И сейчас вверху и в описании будет ссылка на монтаж печи Бахта. Бахта окрашивается в черный и графитовый цвет, а вот печь, о которой пойдет речь далее, окрашивается только в черный, и некоторые ее элементы покрыты патиной. Печь Сибирь от компании НМК. Она чуть меньше Бахты, менее мощная, 10 кВт, но и этого достаточно, чтобы отопить помещение в 120 кубических метров. Бока топки также имитируют ребра винтажного чугунного радиатора, и, как ни странно, эти формы уже стали, пожалуй, неотъемлемым элементом современных чугунных печей. В этой модели Сибири уже нет ажурных элементов на дверце, а регулировка управления и отверстия для подачи воздуха на стекло переехали на корпус печи. Подачу воздуха на горение можно регулировать как створкой на дверце, так и ящиком зольника. Впрочем, как и у двух других печей этого ролика. У всех печей сегодняшнего сравнения схожие конструкции. Чугунные плиты с парой чугунных колец. Единственное, у Бахты плита оформлена чуть изящнее, с ярко выраженной зоной конфорки. Но есть и другие достойные предложения, и сейчас мы их рассмотрим. И мы переходим к самой доступной из всей этой троицы печи, печи ПМЧ. Знакомые формы, не правда ли? Такое ощущение, что две предыдущих печи слепили вместе. Все та же летая топка мощностью 12 кВт, правда уже полегче на десяток килограммов. Все тоже внешнее оребрение, окраска патиной, дверца с ажурными элементами. Правда, ручка у дверцы ПМЧ стальная и с очень удобным хватом. Да, для того, чтобы в печи всегда было чистое стекло, на верхней части дверцы вновь есть створка для подачи воздуха на обдув. Сажа обгорает, и стекло очищается. Зольный ящик не глубокий, но его емкости вполне достаточно на одну-две протопки. ПМЧ, как и печь Бахта, дает дополнительные возможности для установки. Выход дымохода по желанию с торца или на верхней части печи. А вот у Сибири-8 выход дымохода только сверху. Внимательные, понимающие зрители уже успели заметить, что многие элементы с Бахты перекочевали на печь литком Рубцовск ПМЧ-10С. Это полное название печи. Но качество литя, точнее обработка отливок, не такая, не то чтобы качественная, скорее не такая тщательная, как у Бахты. И если вас не смущают такие мелочи, то эту печь можно смело выбирать. Но чтобы сделать окончательный выбор, рекомендую зайти на сайт fornax.ru и сравнить цены на печи. Итак, друзья, какую бы печь вы не выбрали, это будет достойный выбор. А еще больше интересных предложений вы можете найти на сайте fornax.ru и в магазинах сети Fornax в городе Новосибирске. С нетерпением ждем вас в гости. До новых встреч. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok